1 сентября в День знаний председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в рамках рабочего визита в Рязанскую область побывал в начальной земской школе села Константинова, входящей в музей-заповедник Сергея Есенина. Дмитрий Медведев приветствовал победителей и призёров Олимпиад, школьников города Рязани и области, для которых в земской школе проходил урок под названием «Я люблю Россию». Дмитрий Медведев подчеркнул, что рад посетить эти места в год, когда исполняется 120 лет со дня рождения великого поэта. Далее премьер-министр провёл встречу с губернатором Рязанской области Олегом Ковалёвым на заводе «Форд». Там он ознакомился с производством вакцин и других фармакологических препаратов. По мнению Дмитрия Медведева, у таких предприятий хорошее будущее. В последнее время был принят ряд нормативных актов, направленных на поддержку отечественных производителей. И эта работа будет продолжаться. Предприятия такого уровня способны покрыть весь рынок Российской Федерации по количеству доз вакцин в связи с теми или иными благоприятными событиями, эпидемией и пандемией. Завершил свой визит Дмитрий Медведев встречей с региональным партийным активом в Рязанском медуниверситете. В рамках конференции премьер-министр обсудил наиболее важные вопросы. Например, затронул тему капитального ремонта многоквартирных домов. Нужно обязательно сделать такую систему платежей, которая, еще раз подчеркиваю, будет понятной и справедливой. То есть, если она применяется, то применяется ко всем, но, возможно, дифференциация по материальному уровню и по каким-то другим аспектам. Это долгая программа, и она рассчитана не на 3, не на 5 лет, а на длительную перспективу, потому что дома у нас имеют длинный срок эксплуатации. Поэтому деньги, которые люди, по сути, вынимают из собственного кармана, нужно защищать. Защищать можно только одним способом. Гарантировать, что по этим деньгам не произойдет существенных изменений, как минимум ухудшений. У медицинского сообщества возник вопрос по поводу импортозамещения медицинских изделий. У нас должна быть стопроцентная уверенность, что если мы закрываем позицию, например, ЭВЛ, то тогда наши точно не хуже. И самое главное, что их можно будет купить и поставить. И то же самое по другим позициям. То есть, лучше идти чуть медленнее, заниматься здесь импортозамещением, но быть уверенными, что все наши больницы, все наши поликлиники оснащены нормальным работоспособным оборудованием. Не обошлось без обсуждения темы материнского капитала. Ведь программа рассчитана до конца 2016 года. Планируется ли ее продление? Эта программа реально хорошо работает. И она свою роль уже исполнила во многом. Потому что мы стали получать вторые и последующие рождения. Но надо признаться по-честному, это крутая программа для бюджета. Мы сейчас считаем, что можно было бы сделать на будущее. Потому что у нас программа заканчивается в конце 2016 года. И мы взвешиваем различные варианты дальнейшей поддержки деторождения в нашей стране. Программы поддержки материнства. Была озвучена и тема, касающаяся поддержки сельскохозяйственных предприятий и производителей, а также подготовки квалифицированных аграриев. Конечно, мы должны продолжить программу кредитования и программу субсидирования кредитной ставки по самым разным направлениям. И по животноводству, и по растениеводству, и по инвестиционным кредитам. Потому что очень часто это длительный цикл. Естественно, продолжить поддержку российских производителей сельхозтехники. Потому что для того, чтобы купить нормальный трактор или комбайн, нужно иметь для этого ресурс финансовый. А с другой стороны, чтобы наши производители могли продавать его по конкурентной цене. Подводя итоги встречи, Дмитрий Медведев пожелал однопартийцам успехов в работе. А участники конференции отметили, что беседа была весьма продуктивной. Ведь вопросы, которые были ими озвучены, теперь будут подниматься на законодательном уровне.